Приветствую! Вот и подошло к концу лета, которое у меня, кстати, выдалось крайне пососным. Весь июнь, считай, улетел на подготовку к ЕГЭ по информатике, весь июль сидел на нервах в ожидании результатов, а после результатов, кстати, таких себе, началось сёблями с документами и вузами. А так как поступить туда, куда я хотел, я уже не мог, пришлось выбирать из того, что было. По итогу я поступил, но вообще это тема для отдельного ролика на лайв-канал. Возможно, когда-нибудь он выйдет. И вот, остался один месяц из всего лета, который я мог спокойно проехать. Но, несмотря на всё вышеперечисленное, за эти три месяца всё же произошло несколько интересных событий. Для начала, пожалуй, главное событие этого тысячелетия барабанная дробь. Я закончил писать сюжет для комикса. Спасибо, спасибо. Не надо аплодисментов, это всё благодаря CSGO. Если вам интересно, как Косяго связано с сюжетом моего комикса, сейчас я вам расскажу. Сделайте себе бутер пока. Так вот, 24 июля у себя в Телеграме я опубликовал голосовое сообщение, в котором рассказывал про комик, сколько мне осталось написать и так далее. Не получается, у меня... Только я планирую, такой, во, сейчас, сейчас, типа, вот это доделаю, сяду, пишу, и то, блядь, то одно, то другое, то какие-то дела, то мы, наконец-то, собрались в Dying Light поиграть, записать, и... 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 ты такой сидишь, типа, бля, когда же это закончится, нахуй? И осталось две с половиной головы, ну и эпилог, ну и подрядачить, там, типа, добавить парочку, и всё, я закончу, и тогда можно будет задавать, так сказать, на проверку сюжет. Скорее всего... Ну, вот точно. Я прям отвечаю, я поставил себе, эээ... так сказать, цель. Челлендж. Доглайн. Короче, до августа закончить. Эээ... и всё. Закончить до августа. Смотрите, чекайте, я, если я не заканчиваю до августа, не знаю, придумайте наказание какое-нибудь, возможно, эээ... стрим, блядь, по какой-нибудь игре, многочасовой, блядь, или ещё чё-нибудь. Короче, какую-то хуйню, я знаю, вы ж креативные у меня, давайте. Развязываю вам руки аптека новая, открылась, охуеть. Возможно, стрим по вангерам, блядь, шестичасовой. Но это... Ну это не, не, вы креативные, развязываем вам руки, давайте. Поехали. Заполняйте комментарии интересными идеями. А, и, кстати, Пиксель, ты, ну, выясняй, сука, кто твой смейлик использует. Понятно? Да. Как вы понимаете, наказанием стал именно стрим по КС. Если вы давно меня смотрите, то знаете, что нет игры, которую я не люблю больше, чем КС. Поэтому в тот же день я сел писать. Так я писал день за днём, отчитываясь в Телеграме, и вот 31 июля в 23.48 я публикую пост о том, что не успеваю и даже подготовил трейлер стрима по КС. Предлагаю вам заценить этот шедевр. Мы взламываем жопу этого трейлера, потому что такой вариант развития событий нас не устраивает. Сейчас мы исправим это недоразумение. Я закончил, сука, я закончил. наконец-то. Пиксель сосать стрима по КС не будет, ещё не только 10 часов. Если, если, вот думаешь, я часы там перевёл, потому что, ну такой, типа, обманул там всех, да, я же злой там. Время в Омске 22.09, никакого монтажа, ну, никакого фотошопа, всё. Вот, да, как вы понимаете, это всё был мой коварный план, обман, чтобы набрать классы. Йоу. Я закончил ком и кококсюжит, и с радости я же пошёл гулять, да, вот в пол 11.00. Вот, короче, блин, я так, я просто, ну, радость распирает, пробую, просто, блин, блядь, так хорошо. Аж камень, такой огромный булыжник, целая гора с души съехала. Но только чуть-чуть, потому что ещё его нарисовать надо будет, блядь. В принципе, с этим, я думаю, особых проблем должно возникнуть, нужно тоже себе поставить дедлайн, да, будет. И стрим по КС, наверное, творит чудеса, наверное, а не дедлайн. Ну, ладно. Так вот, ситу... Это экстрим вокал, кстати, был, если что. Вот так вот, нежелание играть в КС, могло бы мне написать сюжет для комикса. Значит ли это, что я наконец начну его рисовать? Нет. Потому что пока что сюжет находится на проверке у независимых экспертов, то есть моих друзей. Да, нет, конечно, что я написал. Да. Ага. Нет, конечно, я мог бы начать рисовать сразу же, но не хотелось бы переделывать, потом весь комикс через пару лет. Конечно, вероятно, придется его ремастер сделать, потому что я совершенно не люблю, как рисовать комиксы, и она, возможно, так и останется. А, возможно, когда-нибудь, ну, явно, очень не скоро. По крайней мере, не хотелось бы изменять его в сюжетном плане, потому что перерисовать картиночки проще, чем полностью переработать весь сюжет, уже когда у тебя готов весь комикс, потому что его, по факту, нужно будет рисовать с нуля. Лучше сразу исправить все косяки и недочеты, чтобы потом к ним не возвращаться. Плюс за это время, пока сюжет находится на проверке, я могу спокойно проработать внешний вид персонажей, снаряжений и прочих всяких деталей. Так что вот так вот. И вот так же я перешел на пример про. Если кто не знает, раньше я монтировал в Агинусе, простите, в Вегасе, но постоянно сталкиваясь с той херней, что эта зараза постоянно виснет, вылетает, нарыть, тебе, блядь, постоянно крашнуться и убить, блядь, прогресс, потому что, ну я не знаю, как это хуевина авто сохраняется, ну а сам иногда забываю сохраняться. Но я все же решил попробовать премьер и не зря. Во-первых, он поприятнее глазу, из-за чего монтировать, приятнее, не лагают эффекты из сторонних плагинов, рендер в два раза быстрее, ну и, конечно, множество всяких штук, там можно будет более плавные анимации делать, еще всякую штуку, с помощью которых можно делать прикольные приколы. Конечно, в Вегасе тоже можно делать невероятные спецэффекты для ваших видеоприколов формата JPEG, но для этого нужны прямые руки и знания. Как вы понимаете, ни того, ни другого у меня есть и нет. А в премьере то же самое можно сделать чуть, ну или даже не чуть, может даже больше, чем чуть, попроще. Как, например, те же маски, их анимация в Вегасе, они вообще отвратительные, из-за этого ну просто, ну неудобно ими управлять, настраивать, делать. Из минусов премьера могу выделить непонятно чего, куда кликать и то, что для каких-то простых вещей по типу затухания видеоряда нужно сделать много лишних действий. А так как у премьера потенциал огромный, я вообще боюсь представить, что там можно сделать, я теперь буду, если мне придет какая-то такая интересная идея до последнего пытаться ее реализовать в ролике, да и в превью тоже, потому что почему бы и нет. Еще одно нововведение в роликах это те самые стилизованные под нас мемы. Вау, his literally me. Вообще про все это я рассказывал в конце предыдущего монтажа, посмотрите, если не видели. Там я и про мемы, и про эти, а мемы это вообще идея из новостей за апрель. Вот так вот. Далеко. Далеко. Угу. Помимо этого мы с Назаром, за что ему огромное спасибо, сделали лист с оценками пройденных мной игр, в котором на данный момент 69 оу май игр с оценками, итогами и, конечно, смешными картинками. Ахахахахахахаха. Ахахахаха. Блять. Найти его вы можете по ссылке в описании. Также, как вы могли не заметить, потому что Роскомпозор заблокировал возможность просматривать картинопчики в Т-трубчике в отдельно взятой стране. Я поменял оформление канала. Если что, вот оно. Просто у меня все работает. Я же программист, хули, информатик, 59 баллов. Думали, шутки со мной шутить, а? Что вы точно должны были заметить, так это новый баннер для стримов. Если я его, конечно, доделал, лол. Потому что баннер, потому что я и доделал. А вот анимацию, которую я хотел тут доделать, возможно, нет. Возможно, да. А это все узнаем в будущем. Пишу из прошлого. Вам привет! Также мне еще осталось сделать аутро. Кстати, ролик о том, как я все это рисовал, выйдет, ну, или уже вышел на рисовальном канале. Ссылка на который есть в описании, как и на лайв-канал, дискорд, телеграм, где я пущу всякие приколы, новости и твич, на котором я стримлю. Вау. А что вы еще ожидали? Сейчас мы там проходим Драк Соулс параллельно с Фексидом, с его камерой, игрой в смысле на стриме. На самом деле, будущее стримов сейчас под большим вопросом, потому что, во-первых, учеба шестидневная, так что я понятия не имею, сколько времени у меня будет оставаться на то, чтобы отдохнуть, а про ролики и стримы и комикс я уже вообще молчу. Во-вторых, в новой квартире не будет интернета. Хоть у меня есть безлимит на телефоне, неизвестно, насколько хорошо он там будет ловить. Да, такое может быть, так что вообще ничего не ясно. Мы обязательно проведем интернет, если будет такая возможность, но я не знаю, через какое время это получится сделать, так что, чтобы узнавать все самым первым, подпишись на телеграм, ё-моё, а чё, как неродной-то, а? Ну и на стримы приходи, если будут, чтобы узнать, насколько у нас все весело на стримах, на ваших твичах, можешь посмотреть сборник лучших клипов за лето, который выйдет хуй знает когда, потому что я ничего не успеваю. На этом у меня все, всем пока! Блядь, ну надо было так концовку испортить, а? Ну я нахуй ничего перезаписывать не буду. Где кнопка закрыть ебаный премьер, блядь? Субтитры сделал DimaTorzok